Магдебург Решили пройтись Посмотреть Чего тут, где и как Я вот знаешь, что думаю Ну ладно, потом скажу Решили подойти к этой крепости Ну видно, на какой она глубина Сколько тут подоткопано Я в принципе ее-то показывал Когда-то, давненько И даже мы тут на территорию Взошли Правда, там мужик начал возмущаться Но я его попросил вежливо Он там разрешил немножко Чуть-чуть пройтись Все нормально было И там, сейчас мы отсюда увидим Я думаю, там дверь Я видел, что там проход Туда еще глыбь заедет Сейчас вот тут через большую щель Блин, видно одну дверь А вторую не видно Вон та железная конструкция Загораживает вторую Одну видно дверь, она уходит туда А вторая вот За железной конструкцией Там в углу Вторая дверь Она уходит вот под ту многоэтажку В ту сторону туда Представляете, это все на такой глубине Ну вот эти кирпичи Я тоже показывал Кто-то говорит Плимфа, но это скорее всего нет Не плимфа Это кирпич просто такой огромный Вот там наверху Вот выглядывает Где-то что-то обновили Да блин, что такое Огромные кирпичи Огромные кирпичи Вот эта кладка Смотрите, какие там Окна огроменные Просто огроменные Офигеть Так Блин, где монитор? А вот он Там он железом что-то стянули Тут ниже Ну там тоже Закрыли Наверное Железом Железом Непонятно Внизу вот арка еще Ну и тут тоже Такая же ее Да Вот 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 Арочная такая Но она что-то неровная какая-то Такая вот Слегка на одну сторону Опять же Мы не знаем Что тут было Что отломано Вон тут и в эту сторону Загиб идет Тут уже и свежего кирпича Совсем Желтого налепили Тут внизу И тут внизу Вон там еще окно О Кстати Я в тот раз Окно это не видел Это конечно На какую глубину Сейчас заглянем Тут огородили Главное Офиг Там засыпано Там еще решетка Короче Там еще одна решетка И засыпано листьями В общем мы не можем Даже посмотреть На какую это Все глубину Вот видите Эти закругления Идут Вот так сбоку Хорошо видно Будет Вот И вот это Сверху Что тут было Еще Когда-то Интересно Конечно Так Куда Илья ушел Что-то Милятия Немец Спрашивал Стена Метра полтора Я слышал Что-то Про А фестунг Фестунг А что Фестунг Что-то Или для себя А вот это Вот культур Виргштадт Может быть Интересная Штука Виргштадт А тут нету Ни время Ничего Как ориентироваться Короче Два Лайта Плотишь И час Там Станков Хуже И хороших Вот тут Сколько метров На твой Глаз Ну Если возьмем Не вот Оттуда Отсюда Вот Мерим Чуть Чуть По окнам Да Вот От земли Да Выше окон Было Засыпано Вот Вот даже Где Вот Видно Тут земля Еще что-то Осталось Вот На этой Стене Да Это получается На пол окна Где-то Вот этого Вот верхнего Пол окна Повсе Ну Возьмем Скажем Треть окна И Тут еще До того Окна Метра полтора Плюс Там окно И плюс Там Глубина Соответственно Где там Заканчивается Так Итого У нас Тут Два Метра Два Ну Где-то Четыре Пять Метров Получается Это То Что О Там Дверь Открытая Мы Сейчас Туда Зайдем Или FM Что-то Там Написано А там Что-то Завалили Хламом Каким-то Бум Закрылась Ну Пойдем Глянем Что-то Там Дверь Свободно Гуляет Это Он Не Оттуда Вышел Случайно А тут Главное Это Туалет Сделали Рядом На высоте Но Он Тоже Углублен Немного По сторонам Можно Видеть Что Есть Углубление Кстати Скажи Всем привет Илья Всем привет Скажи Всем привет Всем добра Всем привет Всем добра Ну Типа Вот Куда Тут В землю Блин Отсюда Сидеть Стрелять Типа Бойницы Такие А Там Ничего Нет Там Нифига Авиа Нет Тут Тупичок Такой Ничего Никуда Ладно Пойдем Вокруг Сегодня Мы Конечно Понятно Во двор Не попадем Там Мы в тот раз Попали Они готовились К какому-то Празднику И было Открыто Они что-то Там Делали Мы Зашли Не спрашивали Я не знал Что это Там Что-то Частники Делают Ничего Посмотреть Что-то Да Ничего Там Ничего Нет Ну Тут Ворота Навесы Огромные Такие Смотри Один Навесы Говорю Навес Один Сохранился Один Единственный Другие Другие Может быть Где-то Под землей Еще Были Неизвестно Как бы Не видно Что где-то Выломано Было Или Чего Может быть Под землей Было Туда Заглянуть Можно На камеру Видно Видно Вроде Чуть Ну Там Тоже Арочное Все Вот Это Сводчатое Насколько Куда В какое Место В данный Момент Она Ну Куда В землю Просто Вот сюда В землю Так Пух Вот Тут Такой Хоу Высота Это Еще Не полная Явно Высота Была Ладно Сюда Мы Не пойдем Дальше Мы Сейчас Пойдем Наверное Тут В принципе Показывать Нечего Тут Загородили Было Все Открыто Когда Я ходил Или Ладно Давай Обойдем Уже До того Мостика Пройдемся Ну Типа Бойниц Конечно Много Понаделали Не знаю Это Может быть Позже Гораздо Были Они Наделаны Гораздо Позже Ну Как бы Крепость В Яме Это Довольно Странно А вот Если Ее Откопать А потом Сделать Для Обороны Переделать То Почему Нет Ну Тут Сделали Вот Огромное Окно Такое Витрину Блин И там Еще Одно Есть Дальше Тут Они Сделали Наверное Это Как Ограждение Как Типа Кафе Тут Можно Посидеть Вон Столики Стоят Или Постоять Вернее Что-то Попить Пивка Или Что Вот Еще Одно Такое Огромное Ну Она Высокая Тут Это Три Этажа И Потом Это Явно Не Современные Они Гораздо Выше Чем Современные Опять же Там Я С той Стороны Показал Окно Не Знаю Насколько Еще Там Под Землей Чего Где-то Тут Нет Тут Отсюда Не Видно Вот К сожалению Отсюда Не Видно Вот Там За Вот Этим Зданием Там Дверь И Она Уходит Вот Под Современный Дом Туда Глубоко Ну Я Туда Заглянул Глазами Видел Видео Что-то Я Там Пытался Показывать Не Помню Видно Было Не Видно Вот Еще Одно Какое-то Назам Ровное Ну Мостик Похоже Явно Потом Приделали Сюда Позже Гораздо После После Того Как Откопали Наверное Все Это Дело Там Дверь А Вот Тут Лестница Есть Давай Ну-ка Заберемся На Лестницу Ну Вот Чтобы Понятно Было Там Вдалеке Ступеньки Еще Есть То Тут Еще Видать Ну Сняли Какую-то Часть Земли Похожей Ну Так Немного Со Стороны Правда Против Солнца Я Вообще Сейчас Ничего Не Вижу Сейчас Мы Сюда Ну Вот Тут Еще Лестница Вот Такая Тут Уже Повыше Ну Как Б Крепость В Яме Это Ну Вообще Как То Странно Непонятно Двор Какой-то Там Мангал Стоят Ну Типа Тут Отдыхать Можно Кто В Магдебурге Живет Может Что-то И знают Об этом Да Похоже Позже Налепили Тут Все Ладно Пойдем Дальше Прогуляемся Мы Еще То есть Тут Улица Получается Да Трамвай Вон И Ходят Машины Катаются Вот Так Там Туалет Углубленный И Еще Крепость То есть Если мы Выйдем Еще Туда На улицу Мы Еще Выше Будем Ладно Пойдем Сейчас Там С той С другой стороны Чуть Покажем Ну В принципе Мы Сейчас Уже Близко Подходить Не будем Вот Так Покажу Сдалека Немного И Пойдем Мы Дальше Там Здесь Ну Там Уже Новодельные Стены Там Пушка Я Помню Интересная Какая Там Интересные Моменты Что-то В тот Раз Забыл Снять Надеюсь Этот Интересный Момент Сохранился Сейчас Мы Тут Обойдем Туалет И Пойдем Туда Тут Пожалуй Все А Сейчас Вот К этому Наверное К этому Домику Избушке Подойдем Посмотрим Что-то Интересненького Ну В принципе Мы там С Юриком Были Уже Давненько Года Я не знаю Три Или Четыре Назад Мы были Четыре Наверное Тут Наверху Типа Памятник Ну Это Наверное Вот Я так Понимаю Скорее Сего Еврея А Тут Я вчера Услышал Информацию Что На гражданство Германии Вопросы Почему-то Связанными Связанные С историей О евреях Вот этого Я вообще Прикола Не понял Ну Как бы Может быть Парочку И можно Сделать Но там Что-то Их Много Это Мы Израильское Тут Гражданство Хотят Люди Получить Или Немецкое У меня Вопрос Такой Ну Такой Такой Как Часть Какое-то Средневековье Вызывает Ощущение Вот Эта Каменная А Часть Уже Позже Свежая Там Такие Окошечки Маленькие Машины Тут Много Машин Прямо Дороги Балкон Адам Совсем Миниатюрные Окошечки Ну Смотрится Прикольно Конечно Мы попали Средневековье Окошечки Окошечки Ну Лестница Такая Нормальная И Решетка Вокруг Идет Железная Походу Старинная Какая-то Так Теперь Мы идем На другую Сторону А в эту Сторону В эту Сторону Там Нифига Там Дверь Там Ничего Не видно Все Пошли Мы Назад Тут В принципе Я показал Ну Эти Бойницы Такие Прикольные Для упора Лежим Ну Какие-то Они тоже Несуразные Во-первых Тут В одну Сторону Только Можно Могли Быть Как бы Расширить В обе Стороны Чтобы Более Менее Похожие Были Ленились Видать Так Примерно Люди Понимают Что Должно Быть Но По сути Ни хрена Не понимают Ладно С этой Стороны В общем Тут Как Такое Чувство Как это Три Времени Одно Время Второе И третье В этом Вот Маленьком Малюсеньком Замке А Пушка Стоит Это Уже Приятно Там У нас Вот Церкви Рядом Мы Сейчас К ним Тоже Сходим Пройдемся В собор Мы Не Пойдем Сегодня Мы Там В принципе Были Немного Раз Может Быть Когда Нибудь Я Еще Сделаю В 4К Какие Красивые Кадры Просто Сделаю Ну Как Короткое Видео Просто Для Креатив Камон Чтобы Можно Было Кому То Надо Эльба Смотри Какая Полная Прям Много Воды Ну Да Дожди Плюс Снег Растаял Сейчас Стекает Все Воды Много Очень Много Вот Там Кстати Вот Вот Этот Видишь Как Он Выступ Полуостров Вот Там Чуть Чуть За Нем С той Стороны В том Заливе Мы Рыбачили Классно Там Тихо Вода Почти Не Шевелится Так Закинешь Много Не ловили Лещ Такой Вот Этот Темный Он На Копчение Идет У него Костей Мало В Большом Карпе Большие Лещи Такие Закоптишь Очень Вкусные Жирненькие Такие Мне Нравилось Горячего Копчения Потом Туда Дальше Мы Рыбачили Где-то Там Там Вообще Много Лещей Можно Было Наловить Тоже На Старом Русле Эльбы Тут Опять Вопрос Почему Эльба Русло Своей Поменяла Потом Если Там Хорошо Посмотреть Такое Чувство Что Еще И Не Один Раз Русло Меняла Там Напротив Домик Тоже Кирпичный А тут Кстати Дорога Идет Тут Туннель Еще Идет Сверху Дорога И Под землей Дорога Такой Домик Там Дворик Большой Там Еще Здание Какое Большое Стоит Кирпичное С Закрытыми Окнами Закупоренными Ты представляешь Вот те Окна Вот смотри Вот Большое Здание Сколько Стекол Надо Представляешь Какие Они Огромные Эти Окна Просто Обалдеть Ну Сейчас Что Электричество Включил Света Типа Не надо Так Тут Мы Против Солнца Ничего Не увидим Наверное Что Мы Тут Смотрели Ну Такой С Песчаника Потом Одна Две Три Из Четырех Частей Четыре Части А там Сверху Голуби Да Ну Да Че там Где-то Орут Футболисты Думаешь Да В этом Году Опять Весело Будет В Германии Я так Понял Опять Вот Эти Свистульки Ихние Погремушки Будут Греметь Вот Фанаты Я вообще Не врубаюсь Этого Прикола Че тут Начитал Интересного Хиросима Унд Нагасаки А дальше Что Махан Че Махан Тут Что-то 6 9 Августа 45 Это Хиросима Памятник Хиросимы Нагасаки Это я Перепутал Для евреев Где-то В другом Место А Ну В принципе На лице Надо было Посмотреть А я Даже Не Посмотрел Да Не Есть Че-то Че-то Вот Есть Немного Ну Вот Это Да Скорее Сего Больше Африканское Лицо А Вот Тут Даже Шапочка Такая Нормальная Блин Солнца Не Вижу Так Видно Ладно Пойдем Вниз Пушку Посмотрим Я Хотел Вниз Уже Пойти Там Посмотреть Пушку Тут Стену Остатки Там Еще Какие-то Я Помню Были Илья Говорит Давай Посидим Я Думаю О А Че Точно Надо Вокруг Все Вот Так Показать Все Нормальненько Эльба Такая Бурная Довольно Ну Вот Сколько Я Рыбачил Ни разу Такую Не Попадал Чтоб Была Эльба Такая Бурная Меньше Меньше Воды Намного Тут Наверное Можно Приблизить Уже Далеко Все Так Надо Как-то Вот На Вот Эти Че Это Баржи Не Баржи Как Они Называются Суденышки Вот Эти Как-то Надо приехать Прокатиться Разок А я Откуда Знаю Надо В интернете Посмотреть Сколько Стоит Понятия Не Я Я Не Катался Еще Как-то Желания Не Было А Вот Сейчас Посмотрел Что-то Думаю Почему Б И Нет И Тут Этих Вон Вагонов Домиков На Колесах Целая Куча Стоит Так А в тот Парк Где он Кстати Сейчас Покажу Тот Парк Мы Еще Когда Нибудь Тоже Наверное Посетим Можно Было Сегодня Но Что-то Фиг его Знает Открыто Там Не Открыто Где Он За Мостом Вон Такое Спиралью Там Накручена Лестница И Кстати Она Накручена Против Часовой Стрелки Да Где Я Показываю Да Вот Она Видна Ну Все Сейчас Мы Посидим Чуть Чуть Пять Минут И Под Нашими Ногами Что-то Еще Есть Возможно Какое-то Сооружение Правда Я не Видел Где Вход Возможно Вот С этого Здания То Что Мы Показывали Раньше Вот Это Башеньки Вот Это Может Оттуда Где-то Есть Сюда Вход Возможно Тут Еще Башня Была Какая-то Сейчас Конечно Информацию Искать Это Иногда Просто Ой Ой Иногда Столько Время Не Занимает Лишний Раз Даже Не Хочется Искать Это Все Новодельная Вот Это Похожа Стена Поэтому Говорю Бойницы Сделали Лишь Бо Они Были Так Сели Вот Тут Еще Остаток Я Помню Был Ну Можно Подсюда Бойницы Посмотреть Они Ну Как Б С 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 Но От Делал Явно Надо Было Просто Сделать Какую-то Пародию на бойнице ну что было похоже то стена похоже тоже если не вся то огромная часть ее новодельная памятник солдату какому-то вот это еще будочка тут ну как тоже укрепление вообще где-то внизу тут камера видит нет моему плохо видит или видит но там тоже бойницы немного странно в принципе более-менее там на вход то есть отсюда одна там две стороны да тоже немного странно но тем не менее все можно постреливать такси с этой стороны потом она глубоко как-то с этой стороны вот такое чувство что ее тоже откапывали когда-то на 100 стороны сандры как высоко а тут низко сильно то есть ее мало откопали такое чувство потому что там пол гораздо ниже внутри вот они такие как бы немного странные да опять же тут выход тоже должен немного углы срезать надо вот такая будочка тут у нас ворота какие-то были тоже бойница вот он смотри какое кольцо большое железное огромное кольцо что тут привязывали для кого и тут типа бойницы к воротам тут какие-то типа крепления или еще это было непонятно главное в эту сторону с той стороны такая же штукенция ну да не видя механизма вообще понять совсем невозможно вниз наверно не пойдем не вижу смысла пошли до пушки сходим вот такая стена но она за длинная мы как бы стену не будем показывать мы пойдем вот ближайшие тут церкви вокруг них еще наверно пройдемся потом поеду внука поздравлять сегодня пасха немецкая так какой солдат судя по пилотке явно не русский типа наверно американец какой-нибудь но они победили всех всегда и всех и везде и вот эта пушка вот это вот деревянная конструкция конечно такая к пушке как бы не особо пляшет но что я тут интересно видел пушка как бы вот мы смотрим изготовлена довольно качественно да он сотри все вылета куча надписи да довольно сложно сделано очень сложно вот это все округление потом вот надписи тут правда их сейчас прочитать сложно плохо видно какие-то нормально видно ну вроде тут сделано еще отверстие хотя она забитое цунг шисен да ладно тут огромная надпись блин так все в кучу налеплено конечно тут где-то вон вроде точки есть между словами да получается здесь означает где слово кончилось а тут какой-то типа герб герба да ну такой прикольный конечно очень прикольный а тут типа ручки давай возьмем унесем огромные огромные ну моя рука конечно для них блин еще наполовину как минимум должна быть больше в форме непонятно змей или рыб чё вот чё и какую ассоциацию вот это у тебя вызывает ну вроде да вроде чего-то больше к рыбе да тут какой-то типа герба что-то это плохо как тут показать то блин рисовали этих дельфинов я нифига сейчас не вижу что показываю ну что-то я показываю в общем ой 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 стабилизатор уплыл куда-то тут вот это вот все офигеть ты видел вот даже сколько тут этих мелких вещей сделано ну самое прикольное ты вовнутрь заглянул вы понимаете там она пустотелая внутри то есть получается у нее тут слой ну сколько миллиметров максимум 5 наверное толщиной и там смотри она вам дыра там проломили ее или чего сейчас фонарик надо достать не все видно где по крайней мере на мониторе не вижу то что в тени сейчас фонариком посвечу туда там она выломана ногу вот так думаю сейчас видно будет где я показываю нифига не вижу вот видно просто там выломана а внутри забита землей то есть она пустотелая получается ну с нее стрелять совсем никак это ну муляж так скажем я в тот раз смотрел и что-то забыл это показать потому что смотрел вроде изготовлено очень неплохо выглядит очень мощно а потом когда заглянул ствол увидел это и сразу понял что это муляж и вот это получается заморачивались вот так чтобы сделать это муляж когда это сделано ну тут цифра вот какая-то 15 да это получается типа шестнадцатый век или что ну под то время муляж сделанный вроде как ну вот 1669 да тут 1669 ну три шестерки короче девять ну девять переверни будет тоже шестерка ну все видите просто говорит ну там тысяча вот это тоже непонятно я с ну это так нам преподносят что так пишут я тоже встречал но это не факт что это тысяча потому что там больше все же это на букву похоже чем на единицу ну вот такой огромный довольно муляж а ну ка ильяка подойди все понятно было на какого она размера вот туда да вот так встань рядом вот она довольно большая длинная метра больше трех метров до длиной и вот это заморочили чтобы сделать вот такой муляж понимаете а кто-то говорит да нафига это четыре да представляете четыре метра обалдеть можно заморачивались не не по-детски короче чтобы а чтобы для чего туристов привлечь или как а вот кёнигштейне они еще больше да я там был вот там и к сожалению многие почти ни в одну пушку ты не можешь заглянуть они высоко стоят может там такая же пародия там они вообще здоровые они наверное и толще чуть ли не в два раза вот как цвести все начинает ну просто прелесть красота вот как дерево цветет смотри сейчас подойдем запахов понюхаем ну и пойдем туда дальше к церквям вот тут парковочка идет вдоль Эльбы вот для этих жилых автомобилей а вообще классно тепло сегодня светло солнышко светит все цветет вот мы уже подошли близко вот одна первая ну тут я тоже все ходил вокруг интересно довольно много чего под землей находится много чего закрыто как бы ну как везде где-то откопали но по каким-то причинам даже не открывают вот эти нижние подвали вот подвалы вот в той церкви где мы на башню заползали тут с Ильей где-то она сейчас появится эта башня две их там в одну там вход есть вот они выглядывают там там подоткопали что-то подоткрыли как бы можно посмотреть а тут вот их раз два три получается из-за дома выглядывает причем у этих домов там тоже окна под землей сейчас где-то тут будет мост мы его перейдем через дорогу есть пешеходный мост тут ну тут погулять прикольно ну вот на таком суденьке надо как-то будет собраться прокатиться да прикольно как называли типа ракеты ну ракеты 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 они другие они другие ну так немного да что то есть ракеты они скоростные нифига себе да у них скорость а это плетется особенно против течения она довольно медленно двигается ну прогулочный катер короче да и вот вот эта сторона вот там если под стенами пойти там в принципе я там все показывал тут с этой стороны очень много чего так выглядит подозрительно кого-то откопано тут деревянная там лопастя наверху зачем лопастя наверху там типа опускать можно было и они наверное что-то типа вырабатывали ну я думаю это новодел да платформа бетонная это новодел или как их называют опоры бетонные на чем эта вся конструкция стоит тут где-то что-то даже откапывали я не помню где я показывал тоже а вот здесь вот там закоулки вот тут было откопано а сейчас уже ничего там нету все выровняли там и мы там ничего ни чего не увидим ага короче видать это не интересно дальше стало копать не представляет исторической ценности не представляет исторической ценности не представляет туда сразу вопрос вообще почему это все там глубоко под землей находится должен быть сейчас на мостик зайдем посмотрим с мостика вот тут вот вот это маленькая забыл название блин ну это не церковь а как она так короче выскочила там у двери внизу есть где дерево под деревом там я заглядывал тоже там есть подземные как бы сооружение там сил светил заглядывал а там вот две решетки стоят дальше там замуровано все наглухо это говорит о том что какой глубины эти церкви да скорее всего сколько там подвалов еще ну так сейчас поближе подойдем еще посмотрим разок просто просто прогулка у нас сегодня с показом чего мы видим с этой стороны нам собор и вот этот церковь не помню название блин куда мы на башню все-таки я попал я по моему с четвертого или с пятого раза только смог ее зайти но зато не жалею конечно ну вот селе там ходили там и подвалов много пооткопанных как бы частично но тем не менее что-то можно увидеть что-то можно понять что это не все так просто как преподносится ну типа не выглядит это что так строили ну вот дошли мы тут начали спускаться с этого мостика похоже скорее всего похоже на новодел вот это прилепили просто как бы для красоты чтоб прикольно было ну тут я наверно не буду туда заглядывать там плейлист странная история можно найти это все я показал когда-то в хд качестве но в принципе хд качество тоже нормально там все все отлично видно блин как же вот эти называются маленькие ты смотри с башки выскочила и все вот эти ну тут как бы и окошко есть маленькое видно что там что-то еще глубоко есть и там где-то я в щели заглядывал а тут окно вообще открыто раньше оно замуровано было кто-то видать это его долбанул кому-то любопытно очень было сказали что вы нам закрыли тут дайте посмотреть мы хотим видеть ну честно говоря да могли бы решетку сделать и все ну и сейчас мы туда ооо нифига себе или иди посмотри там что-то делают вон что-то бетон залили еще не известно какой глубины оригинальные там ну тут минимум два два с половиной метра да ну там глубоко туда все опять же насколько копали мы еще не знаем клёстер да блин не пошли вот тут вдоль стены немного пройдемся сюда как бы обратно а потом вернемся и по верху пройдемся ну а чё покажем еще раз все равно гуляем делать то все равно нефиг так куда ты пошел вот тут странно это вот в Хольбрштадте такие же есть ну тут вот первая замурована совсем нафига зачем и почему эти так выглядят ну как бы вроде не выглядят что замурованные но опять же если это очень давно было сделано тогда да ну короче где-то еще одна была вон она и там где-то я видел находил арку у нее вот прям из-под травы там буквально чуть-чуть выглядывает в этой же стене то есть верхушка арки ну тут тоже я бы не сказал что тут в данный момент не видно что это замурованно сложно сказать сейчас что-то может так было изначально и может быть сюда дальше что-то еще было потом это не стали восстанавливать сделали как стену ну вот тут смотри где-то сейчас найдем а тут было все развалено тут смотри новое уже зафигарили смотри какой домик сделали как он типа подвешенный такой ну я тут давно уже был смотри сколько тут уже изменений много там я сверху ходил смотрел там тоже откопано было много ну вот если мы с той стороны подойдем увидим а вот отсюда в окно видно что как бы там тоже все вот этот нижний этаж под землей где-то вот тут я находил ну вот ту арку сразу явно видно она правда такая непонятная может быть это так сделано было а где-то здесь было ах ты нифига себе они тут камнями завалили все где-то вот тут она как раз и была вот эти веточки я отодвигал чтобы ее показать а сейчас тут камни навалили то есть мы ее даже увидеть не сможем скорее всего она где-то там как раз под камнями вот это окно интересное прикольное ну там тоже бардак такой все завалено ну сюда тоже я заглядывал как бы там ничего интересного нету так себе а вот здесь чуть-чуть нам надо пройти и мы увидим вот этой двери не было а тут слушай а тут все замуровали и поставили новый дом вот на этом месте представляешь или вот тут они хотели начать что-то строить да и там огородили они тут я тут снимал тут раскопки и туда какие-то стены под землю уходили в общем понимаешь теперь они что тут сделали они тут стену вот такую возвели и дом на этом месте вот он дом сверху современные построили и под старину сделали вот такую стену стену вот тут есть в гараж сделали такой еще деревом обшили чтобы тоже под старину я ничего не против не имею как бы красиво но туда вот копать им глубже стало неинтересно понимаешь ну то есть исторические ценности явно там ничего не представляет для историков для археологов прикольно а у меня есть это видео на этом на плейлисте странная история я не знаю даже смогу я быстро найти его чтобы добавить эти кадры сюда ну посмотрю может быть я найду поищу и добавлю сюда что тут было ладно пойдем мы сейчас там по верху пройдемся да наверно пошли вот сюда я хотел заглянуть вижу что не получится вот эти окна там я вот вижу еще окно интересное куда-то вниз ну да это ладно это не самое интересное вот тут еще интереснее там он проглядывается то ли остаток стены то ли фундамента ну вот там похоже кусочек стены вдоль стены что-то не откопали очень интересно сколько же какие слои тут земли вообще сколько тут засыпано всего ну слои тут уже непонятно там по моему то ли свежие вообще ничего не пойму ладно пошел дальше вот мы вышли еще ну к этому клестеру опять тут вокруг стены везде повсюду и мы как бы в самой низине стоим тут тут просто по кругу стены вот такие вот там лавочки можно присесть отдохнуть тут стены там сверху опять же церковь и вот этот клестер с этой стороны короче вот эти разницы там клестер церковь что там еще храм я даже не пытаюсь в этом разобраться ну то есть религия для меня это всего лишь партия поэтому даже не хочу голову задуривать этим вопросом сейчас посидим туда пойдем вот мы выбрались к этой уже церковь и не помню тоже название давно это было там где-то все названия находил подписывал сейчас мне эти названия совсем уже не интересуют а тут башня как будто она не достроенная или потом укороченная так выглядит да странно там внизу окно тоже какое-то довольно низко я не знаю сегодня воскресенье и пасха немецкая она может быть там народу может полно быть да запросто ну по крайней мере когда я был она открытая была один раз заходил туда там какое-то мероприятие кто-то что-то там вещал я так чуть-чуть записал кусочек посмотрел там ничего интересного в принципе так нету особо ну так для разнообразия как бы о да тут народу я чувствую будет много пошли вот сначала к тому домику пройдем а сейчас пусто я там вижу кого нету вот тут вот тут были какие-то раскопки и вот этого здания еще не было вот которая с той стороны стены выглядывает так торчит блин на ту сторону тут что-то налепили налепили ну тут я смотрел от яма еще осталось кстати сбоку я отсюда вижу тут на территории какие-то изменения это мне надо уже смотреть самому те старые видео чтобы понять насколько тут много изменений произошло за эти буквально три года да вот тут я ходила помню тут что-то оставалось они тут что-то налепили короче вот видите тут как откопано и они вон там прибабахали что-то уже новое ну ладно фиг с ним сейчас мы пойдем зайдем в церковь потом пройдем вот мимо той там кстати наверху на башне было дерево его похоже спилили там деревья какие-то росли уже а конечно на ту бы башню вылезти интересно сверху постоять посмотреть красиво наверное вот такие окна витрины огромные сколько тут метров так если мы возьмем так два четыре шесть ну где-то восемь метров примерно восемь метров вот это окно обалдеть а восемь метров это высоко там я тоже ходил там по моему ничего интересного я не видел тут что остатки какие-то все подбито уже ничего не видно толком там кирпичная пристройка частично ну у них почему-то зачастую центральные входы закрыты где-то всегда делают сбоку а в соборе вообще там на центральном входе поставили этот саркофаг и там решетки все закрыли наглухо такой новодельчик но опять же он не очень свежий что-то свежее что-то не очень свежее он видишь кирпич он как керамика темный он очень твердый да сильно обжженный такой а сверху видишь он как разрушился очень сильно совсем весь такой покоцанный там еще одна дверь сбоку за елки не видел я ладно пойдем внутрь вот мы внутри сейчас по кругу тут пробежимся быстренько там наверх уходит скорее всего туда в башню так кнопку я конечно же не переключил еще так есть контакт вот эта дверь сверху туда куда-то уходит там где-то вот башня есть все закрыто тут внизу там какие-то шкафы стоят там немного ниже а потолок явно новодельный деревянный вот это у нас потолок эти огромные окна там пианино у нас стоит это что за вроде не было а это куда-то где-то стоял крестик поставили может вот здесь где-то и стоял тут что-то куча годов каких-то или что за цифры что к чему непонятно что-то деревянного наставили тут свечи ну тут короче почти ничего тоже не сохранилось так скажем я вижу все новодельное тут ну большую часть по крайней мере там в углу что такое странное для чего это было сделано интересно частично даже не побелили чуть-чуть а тут что-то по-другому было явно одно окно замуровали о тут что-то открыто раньше было закрыто или я просто не помню уже две двери таких метра по 3 по-моему тут закрыто было а тут маленький такой органчик миниатюрный мини органчик а потолок такой странного какой-то совсем неровный таким вот крестом углами сводчатый ну в принципе все ничего тут интересного я не вижу то решетку какую тут поставили железно нифига себе мало того что дверь такая мощная еще и металлическая решетка зачем что же там хранили интересно что-то там ценное хранили тут уже орган такой поболее что-то людей нету как-то странно так это макет этой церкви я вижу ну то да этой церкви макет вот клёстер мы прошли вот так обошли ее и обратно в нее внутрь вошли так а это у нас а это у нас ха это получается следующее почему тут башни тогда другие или это та в которую мы заходили в одну башню но там вот этого нету слева ничего может быть типа когда-то так было все может быть сейчас трудно сказать что как было если я вон вижу буквально за три или четыре года сколько изменений уже понастроили поменяли все так с какого материала не знаешь случайно не этот не мрамор закрашенный тут как бы выглядывает краска уже поотваривалась сейчас мы потрогаем закрасили очень сильно что-то похоже на как броншвайки вот эти колонны литые которые похожи на мрамор но если это мрамор то он искусственный ну блин там в таких количествах потом там такой вес сверху не знаю что это такое вообще ну а так где вот заглажено все то да по ощущениям как мрамор но что-то очень мощное что пошли дальше или тут в принципе все ручка такая прикольная сделана заходил видел в форме ключа ключ такой там петушок сверху какая-то птичка и тут мужичок такой интересный прикольно он смотрится сейчас близко покажу сейчас ну сейчас может быть что-то 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 окей тюс тюс особенно он прикольно смотрится сбоку когда вот оттуда шел представляете как он согнутый как он голову выгнал обалдеть просто блин я так не смогу честно скажу я так не смогу у меня так шея не согнется просто нереально так шею согнуть какие-то ящерицы там в руки у него что-то типа рога чернила наверно в рог набрал ящерица такая мощная какие-то веточки обвивают с другой стороны ничего нету начало этих веточек да шею ему загнули от души то есть это мне надо вот если я стою мне надо посмотреть ровно на небо да нет у меня не гнется так шея нереально вот вот сейчас смотрю на другую часть с другой стороны тоже таких в углах два штуки есть подозрение у меня что тут что-то потолок какой-то сводчатый тоже был вот они остатки их и это с той стороны я показал и вот с этой стороны и там дальше вот где центральная часть вот туда дальше там такие же остатки вон они выглядывают вот сейчас видно и там еще дальше вот туда еще такие вот выглядывают они много короче тут похоже сводчатые потолки были и короче это уже все переделано ну по крайней мере вверх точно насколько нижняя часть это мы уже вряд ли узнаем так там макет странный стоял я думал это ну не это нифига не это церковь но макет церкви это наверное все таки макет той церкви где мы на башню заходили потому что вот в этой церкви в которой мы сейчас идем тут нету башен таких во первых во вторых там огромное сбоку стояло здание аааа там еще одна же церковь где музей точно вспомнил понял я какой церковь это макет был все правильно там музей и там блин сколько же там метров под землей ну там два этажа старинных где по метра три потолки им не меньше плюс толщина стен если посчитать то получается где-то ну семь семь восемь метров под землей я туда спускался тоже показывал это все дело скорее всего на плейлисте осталась странная история плейлист такой есть вспомнил я что это за макет был тут видишь вон на стене тоже тут что-то огромное было остаток крыши видно да как след от крыши видать снесли тут я во двор заходил пойдем зайдем наверно тоже еще раз может сейчас что-нибудь новенькое увидим может я в тот раз что-то не увидел всегда можно что-то пропустить тем более если я один раз тут был то обязательно что-то пропустил одно место как минимум несколько раз можно приходить и всегда что-то новое увидеть особенно может я и торопился был тут один по-моему я тут по-моему я тут во он куда-то зашел дедок о вот этого остатка я не помню может он и был посмотреть на камень какой твердости камень если вот мы в той церкви были где в башню подымались то он там был такой вот твердейший как на стенах дьявола и так далее он был такой как близко уже к стеклу блин тут ничего не увидишь тут все заросло этим грибом уже но что-то мне сдаётся он такой же знаешь тут не увидишь к сожалению фонтанчик фонтанчик слушай мужик куда-то зашел тут дедок ходил а куда он зашел вопрос я слышал только дверь хлопнула не сюда он случайно не в эту дверь зашел а я не помню я внутри тут было или нет ну тут вот получается вот мы стоим где тут что-то огромное было потому что крыша очень большая была вот на стене остаток тут что-то на стену прилепили ну вот это тут скорее всего все новодельное вот это позже когда-то строилось вот этот двор весь так мне надо внутрь попасть чтобы понять я тут был или не был я так не понимаю уже а был вспомнил пошли я тут был тут пипец какие какие потолки для кого это сделано сейчас человек там стоит я такая покажу человека а потом начну потихоньку поднимать вверх чтобы вы смогли сориентироваться какой тут высоты все это дело какой толщины колонны это просто что-то с чем-то еще неизвестно какой потолок был обалдеть я не знаю блин нафига вот это вот так заморачиваться так ну тут двери как бы уже пониже опять же их могли переделать сейчас они тут вот это метра три ну там вот заделано чуть выше видать были поэтому трудно сказать ну может максимум четыре метра были но даже для четырех метровых это очень высоко ну пускай трех метровых ну или три с половиной метра вот тут дверь повыше будет ну тут уже блин ну точно четыре метра есть чистые тут главное оставили каменно так не заштукатурили не замазали а вот там я показывал где-то угол тоже остался вот наверху какой-то остаток видно хорошо что для чего он был и что там было вообще теперь конечно же мы не узнаем вряд ли мы узнаем о колокол на полу лежит что что на пол то приземлился да смотрела тоже по колоколам много разных роликов много разных версий да интересно конечно очень все это интересно куча надписей тут соус вот это крепление конечно там кучу вопросов вызывает похоже тут было вот на нем висело оно отломалось но там другие которые смотрел у них вот что-то без вот этого и как-то они крепятся вот сюда сюда как попало короче очень странно они крепятся тут куча надписей вдруг кто-то захочет почитать я вот так сейчас сделаю вот так можете там как-то паузу делать или как все ли будет видно тут какой-то птичка или не птичка чего это такое вообще непонятно блин даже надо бред здесь не пойму я же это такое как бы блин пипец просто ну надписей много кстати я вижу на камере на мониторе изображение лучше но правда все мелко зрение у камеры лучше чем у меня даже в очках тут что-то написано внизу вообще не разберу освещение слабое такое освещение слабое такое освещение слабое такое но с этой стороны вот еще видно более-менее нормально где конус да ладно надписи в принципе мне не особо интересно но блин тут колонны конечно с блоков сложены но они пипец иди Илья Илья где он делся сейчас я его найду где-нибудь в колонии поставлю и вот это я уже показывал много где лепят современные берут в церкви залепили вот такую вот ну там типа греться проще прогревать ее попробуйте вот это вот вот это вот такую высоту прогреть тут нереально что-то стой-стой-стой там у колонны поближе к колонне встань поближе к колонне чтобы понять каких они размеров колонны какой Илья я сейчас подожди я уйду далеко чтобы знаешь а ты иди к самой последней колонне мы попробуем это показать вообще в масштабе я сейчас до самого края уйду все дальше я не могу вот он Илья так его видно видно во 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 влезает влезла вот какой Илья там миниатюрный стоит ой я как раз к стульям подошел каким-то красивым старинным стульям деревянным ну целые такие кресла кресло стулья прикольные да да высоко если еще предположить что потолок неоригинальный возможно он был тоже какой-то сводчатый это было еще выше я говорю тут можно же предположить что потолок был оригинальный какой-нибудь другой тоже сводчатый каменный значит это было еще выше да просто пипец вот это окно витрина оно блин не знаю девять восемь метров десять метров блин высоко тут что-то замуровали какие-то огромные блин это окна не окна непонятно что там было что-то огромное вот двери стоят люди ну понятно что метра четыре как раз то есть ну они среднего роста значит чуть-чуть два метра это выше чуть-чуть их ну а там много выше четыре точно метра есть так ну тут что все вроде вот они макетов тут наставили опять же разных этих разных церквей да я не знаю но мне почему-то кажется что это потолок не оригинальный возможно тут потолок был как в соборе какой-то сводчатый а значит он еще выше был на там закрыто на не знаю на три метра может на четыре так а пол с чего они уложили тоже с песчаника что ли кстати не факт что всегда песчаник это а ногтем когда ведешь сразу чувствуешь сейчас я чувствую что это песчаник потому что броншвайке я пока не потрогал я не понял что это такое а он гладкий как мрамор ты представляешь а там сверху каменный потолок то есть масса там а колонны не такие мощные они довольно тонкие такие знаешь фигурные и что за материал вообще непонятно то мне понятно что ну более-менее понятно что он литой ванна придем на улицу вон какое-то окошечко я не видел еще куда-то замурованное такое узенькое два главное чуть-чуть оставили какой-то минимум оставили сейчас уже непонятно что было ну вот это двери где я говорил они внутри четырех метровые и вот эти замурованные окна или чем это назвать или что тут было огромные ну и крыша да отсюда мы сейчас видим железная она да блин какое-то железо может не видеть явно крыша все-таки новодельная я подозреваю больше на это у меня все склоняется к этому я склоняюсь возможно она еще выше была пошли вот туда вниз сейчас тут тоже прикольно так идешь по ощущениям как будто откапывали знаешь с той стороны ну там там больше откопали а потом сделали тут плавный откоп такой да не стали углубляться и какие-то окна чуть-чуть ну конечно если можно предположить что так строили да то есть тут закопались там под землей настроили а потом закопали а нафига тогда закапывать я не пойму как-то не пляшет все равно потому что первые окна совсем чуть-чуть выглядывают дальше они больше выглядывают церковь с этой стороны тут постоянно тоже переделки какие-то я уже не помню что тут было сейчас что-то они тут сняли слой какой-то кстати а ну-ка пойдем посмотрим что там со стеной произошло где они сняли немного конечно снято а что я там ничего не вижу там сплошные камни уходят дальше да ничего не понятно то есть камни просто в глубину уходят и все ну тут не сильно с кирпича заморачивались но все равно что-то где-то вон смотри какие там вкладки делали когда-то как бы нормально было сейчас вот все гладенько все прямоугольно как можно проще и быстрее ну и вот тут вот смотри тут опять же возможно вот видишь там дальше окна под землей выглядываю да вот они их видно где-то вообще решетка тут возможно еще там такая же ерунда вот где-то под этими окна там где-то может быть еще окна кто же нам даст тут откопать вот тут под дверями часто окно да и тут такая же фигня там окно вроде двери зачем под дверями там внизу окно причем даже во въездах ворота арочные во двор и там внизу окна под землей ну тут так прикольно выложили решеткой закрыли все там вам кусочек деревянно кирпичные а там все общили залепили и не поймешь что там внутри тут что-то чуть-чуть пытаются ремонтировать да надо не забыть конечно поискать мне все таки вот тот материал где там остановились покопались чуть-чуть и потом построили там дом стену развели интересно так тут у нас ничего дальше интересного нету пойдем мы потихоньку обратно а может быть на этом уже все да что пойдем наверно к машине нифига мы уже порядком гуляем пару часов как минимум мы гуляем два с половиной ладно будем закругляться на этом пожалуй все такое небольшое тут такая небольшая экскурсия по магдебургу весенний день красота цветет все тепло птички поют всем удачи счастья здоровья пока спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok